И всем привет, друзья! С вами Лаим Стоун, и сегодня мы с вами окунемся в прекрасный мод на Майнкрафт на версию 1.18.2 под названием Ecosphherical Expansion. И с данной модификацией в нашей игре обновятся биомы. Да, ребят, теперь биомы станут немножко другими, они будут наполнены всякой интересной всячиной, которой раньше не было, ну а мы давайте на это все внимательно посмотрим. И для начала мы с вами посмотрим на биом, который обозначается как Flower Forest, но просто посмотрите на него, что с ним стало. То есть у нас, во-первых, идет какая-то непонятная то ли пыль, то ли пепел, то есть что-то сыпется с неба. И у нас тут множество больших деревьев, ребята. С них у нас растут светящиеся ягоды, у нас здесь есть грибы, есть, конечно же, подзол. В целом биом выглядит весьма интересно, здесь рядышком есть пауки, и да, это похоже на какой-то такой, знаете, сказочный лес, в который порой хочется зайти, может быть, срубить немножко дерева и также посмотреть на его прекрасный вид. Далее у нас идет биом под названием Planes, но посмотрите, что стало с ним. Во-первых, из-под земли у нас выползли вот эти вот капельники, эти сталактиты, сталагмиты и так далее и тому подобное, и почему-то также появилось очень много грибов, ребят. Вот, казалось бы, зачем, почему, непонятно, но выглядит достаточно интересно, то есть у нас тут вперемешку есть еловые деревья, есть вот эти вот сталактиты, есть грибы и также, конечно же, есть вот это вот прекрасное желтое дубовое листва. В целом такое прекрасное сказочное поле, может быть, немножко непонятное, может быть, немножко непостижимое. Тут у нас также есть кальцит, но в целом выглядит весьма прикольно. Далее у нас с вами идет биом под названием Лес, то есть Форест и посмотрите, как он преобразился. У нас идут вперемешку, конечно же, березовые деревья с дубовыми, на них растут лианы, здесь у нас опять-таки есть вот эти вот кальциты, подзол, как вы видите, встречаются тыквы, летают пчелки и в целом все выглядит весьма прикольно. Также у нас здесь есть вот это вот красочное сказочное озеро. Ну и, конечно, эти прекрасные большие деревья, они в этом лесу также встречаются. Далее рядом вот с этим вот большим озером с кораллами у нас идет уже березовый лес. Опять-таки здесь встречаются лианы и просто посмотрите, насколько высокие березы, ребят. Выглядит это просто восхитительно. У них весьма необычные шапки, бывают даже вот такие, очень объемные, можно сказать, почти прямоугольные. Выглядит это весьма круто и смотрите, здесь у нас тоже что-то сыпется с неба. Я до сих пор, ребят, не совсем понимаю, что это такое, но выглядит весьма интересно. На земле у нас также встречаются порой кальцит, блок мха, корнистая земля и, кстати говоря, даже иногда попадается бамбук. Далее мы попадаем в Dark Forest и просто гляньте на него, ребят, какая все-таки прекрасная местность. Здесь у нас, можно сказать, как будто выложены дорожки вот из этой вот каменистой земли, из-под зола и, в целом, гляньте на сами деревья. У нас в обычном Майнкрафте не растут обычно вот такие вот длинные высокие деревья из темного дуба и, в принципе, по-моему, темный лес должен быть более густым. Но здесь он сделан вот так вот очень интересно, то есть, в целом, такая разряженная местность. Тут есть где построить дом, опять-таки, бывают всякие озера, но это скорее болото, где есть, конечно же, вот эти вот кувшинки, вот эти вот бросянки. И, в целом, выглядит это весьма прикольно. Опять-таки, встречаются всякие животные, растут грибы, очень хороший биом, очень интересный. Я думаю, что здесь стоит провести немного времени, поизучать его, но мы, к сожалению, должны пока двигаться дальше. Кстати говоря, вот так вот в этот мод вписывается деревня, ребят. То есть, смотрите, здесь у нас также есть вот эти вот высокие грибы, есть самые разные деревья, будто, например, еловые. А все потому, что мы опять находимся в биоме Plains и, в целом, деревне никак не мешает эта прекрасная новая генерация. И вот он, ребят, наш первый биом не из ванильного Майнкрафта, а который именно что добавляется с данным модом. Это у нас Eco Molten Sipping Caves. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас рыбки и мы с вами видим просто какой-то фиолетовый океан. Не совсем понятно, что происходит, почему это сделано именно так и что у нас опять сыпется с неба. Но если мы перейдем в режим наблюдателя и захотим спуститься ниже, то, в целом, вот, ребят, пожалуйста, здесь у нас есть всякие спруты, всякие пещеры. И, в целом, да, можно здесь немножко поблуждать, посмотреть, что здесь есть. Опять-таки, много спрутов, много магмы и, в целом, да, достаточно интересно. И далее мы с вами попадаем на болото, ребят, и, честно говоря, оно здорово преобразовалось. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. И, да, ребят, опять-таки, у нас вот эта вот неприятная болотистая вода. Есть много туфа, есть много овечек и, в целом, выглядит все достаточно интересно. И, лично мне, ребят, такое болото нравится даже больше, чем оригинальное майнкрафтовское. Единственное, чего пока не видно, это домика ведьмы. А хотелось бы, чтобы он здесь был, чтобы мы могли прийти к ней, поприветствовать ее или, может быть, даже отобрать все ее вещи и, конечно же, ее ограбить. И далее, Windswept Forest. И, ребят, первое, что бросается в глаза, так это то, что, да, высокие деревья. Конечно же, тут есть снежные шапки, но давайте посмотрим на пол. Ребята, такого я еще не видел. Тут у нас растет аметист. Этого я не ожидал. Опять-таки, почему-то здесь бамбук. Вы подумайте, он у нас по какой-то причине в таком соснеженном биоме. Но, так или иначе, он здесь есть. Выглядит это весьма странно. Но, так или иначе, я думаю, что такое все-таки имеет право на существование. И, в целом, выглядит весьма неплохо. И далее мы попадаем в тайгу, ребят. И посмотрите, как она теперь выглядит. То есть, у нас теперь есть вот такие вот оранжевые деревья. Это у нас тоже ель. То есть, казалось бы, у нас есть вот такая вот зелененькая ель. У нас есть вот такая вот красная ель с листьями почему-то темного дуба. И, да, ребят, также у нас здесь встречается, например, вот, пожалуйста, красный песок по какой-то причине. И, да, конечно же, вот эти вот боросянки. Весьма странный биом. Он, да, действительно, почему-то его вот так вот этот мод преобразовал. Но, в целом, тоже выглядит весьма неплохо. И, посмотрите, здесь у нас также в него встроилась вот эта вот деревня. И выглядит все это весьма органично. И, на мой взгляд, достаточно хорошо. И далее, ребят, у нас вот такой вот биом. Это у нас Geodal Caves. Опять-таки, он у нас новый. И здесь, да, да, пожалуйста, снова у нас вот такой вот фиолетовый океан. Только почему-то теперь с неба у нас исходят вот такие вот частицы, как будто из портала в ад. Но, так или иначе, давайте мы войдем в режим наблюдателя и немножко осмотрим эти самые пещеры. И, в целом, ребят, да, пожалуйста, у нас тут снова вот эти вот спруты. У нас снова здесь много пространства. Есть где разгуляться, есть на что посмотреть. Но, в целом, мы примерно такое уже видели в прошлый раз. Но сделано, так или иначе, весьма добротно. Далее, ребят, мы попадаем в саванну и посмотрите, насколько она классная. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, вот эта вот чистейшая голубая вода, ребят. Просто гляньте, какая красота. Ну и, конечно же, природа. Она здесь просто восхитительна. Тут, опять-таки, есть несколько разных видов деревьев. Тут у нас акация, тут у нас дуб. И выглядят они просто восхитительно. Опять-таки, много камней, много воды. Всего очень много, все очень интересно. И у нас тут даже поселились вот эти вот илоджеры. Как же им здесь, наверное, хорошо, ребят. У них прямо вот из их собственного дома растут светящиеся ягоды. Это, ребята, просто жесть. И далее, вот, пожалуйста, мы попадаем в пустыню. И она тоже весьма здорово преобразовалась, ребят. Смотрите, у нас тут есть теперь немножко дуба. Да, пожалуйста, у нас тут теперь много кустов. У нас также есть вот эти вот акациевые деревья. И, ребята, выглядит пустыня теперь более живой. Тут, в принципе, что-то появилось. Здесь на что-то можно посмотреть. И много, конечно же, красного песка вместо белого. Интересно, прикольно. И да, ребята, смотрите, вот он, конечно же, храм. Сюда можно зайти, можно посмотреть. Но проблема в том, что он теперь, конечно же, не сочетается с красным песком. Это минус. Но в целом все равно сделано весьма неплохо. Вот такой вот у нас выдался обзор мода, ребят. Подпишите свое мнение в комментариях, что вы думаете вообще про этот мод. Будете ли вы с ним играть. Мне будет интересно это почитать. Но мы, пожалуй, на этом будем пока что заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами был Леймстоун. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok